роман день добрый извиняюсь тут у меня ремонт идет извиняюсь перед тобой слушать мысли будут колотить сильно простите меня люди добрые вот мало ли ремонт это хорошо особенно в наше время да и еще второй момент хочу сказать людям чтобы они не серчали что у меня телеграм-канал и у тебя тоже телеграм-канал от 20 грамм канала а подписываться на наши каналы если youtube пропадет то все и самое интересное есть наших сеграм-каналов вы ничего не потеряете я это говорю потому что я разочаровался в русских хостингах вот я не хочу туда заливать ничего и вы к разочаровался ладно поговорим о том что сейчас происходит сначала начнем с рубля наверно смотри на рубль есть две точки зрения одни говорят что рубль ослаб потому что ограничения могут быть сняты почти не снята чуть-чуть микшированы значит продажи 80 процентной валютной выручки другие телеграм-каналы говорят что рубль ослаб потому что начнется 17 апреля штурма завода азовсталь в мариуполе кому верить брат я не знаю что там кто говорит у себя в канале заметку написал вчера по этому поводу из прошлой передачи как мы с тобой говорили бакс добил до поддержки на 72 точнее 71 и 4 поддержка очень сильно их 2 71 и 4 69 65 пока отбивается ну и пытается штурмовать сопротивление на 82 и 1 уже второй раз пытался сегодня пробить но пока не получается в принципе это минимум отскока рост принципе понятен и я полагаю что экспортеры наши столкнулись с очень большой проблемой по продаже своей валютной выручки на московской бирже потому что нет покупателей на нее собственно говоря поэтому и комиссию убрали 12 процентов думали что в общем-то от физиков можно закрыться но физики тоже что-то не прут толпой не покупают доллар что достаточно странно все так хотели по 80 он купить но вот вам пожалуйста покупайте на здоровье но пока особо нет поэтому судя по всему будут снимать дальше ограничения не думаю что это связано как-то с войной на донбассе потому что центробанк он не должен интересоваться войнами конфликтами это вообще отдельный институт который даже государству нашему не принадлежит поэтому действие его и направлено исключительно на укрепление на стабилизацию национальной валюты вот курс ниже 70 мало кому выгоден хотя я думаю что если если не поможет снятие ограничений то экспортеры подождут подождут и и начнут лить дальше просто у кого-то первого не выдержит нервы остальные начнут в догонку продавать чтобы совсем уж не не по не продать за дешево ну соответственно в моменте можем и до 50 45 долететь ну а так я думаю что действительно курс будет держать выше 70 или на уровне 70 на мой взгляд это это в принципе курс который отражает реальное положение вещей на текущий момент времени ну а что касается дальнейшего движения то есть мы пробьем 82 и 1 и закрепимся выше в этом случае мы поедем тестировать следующие важные сопротивления это 86 и 7 на текущий момент и два самых основных это 93 первое и второе это 101 и 6 вот но добраться бы до 93 пока я не вижу какого-то ажиотажа на покупку валюты на бирже будем сидеть смотреть я пока в ланге а нет в руку сегодня уже в шорт переворачивался 82 и 1 приблизительно пока сижу стоп за максимума дня если выбит снова лонг примерил а так поскольку мы отбиваемся от сопротивления достаточно сильного то шансы сейчас поехать вниз они гораздо выше чем отрасти поэтому сидим смотрим что будет дальше а на евро ты них не работаешь сейчас нет я очень перебыл тапки в плане пары евро доллар проанализировал экономику еврозоны и пришел к выводу что скоро от еврозоны уже мало чего останется если сейчас смотреть мастерские коэффициенты то в еврозоне имеет право находиться только дания все остальные страны превысили все свои лимиты и соотношение долга к ввп при условии что начинается инфляция и начнется скорее всего рост ставок в общем то наводит меня на очень печальные мысли по поводу будущего еврозоны и евро как валюты собственно говоря поэтому пока играю в доллар доллар как бы то ему тоже капец но по крайней мере это не синтетическая валюта вот которая может экспортировать свою инфляцию и возможно доллар еще какое-то время пробарахтается за счет выпуска еще пары куе вот еврозона этого сделать к сожалению не сможет потому что не бывает хорошей твердой валюты это сказать в зоне где у одной страны постоянные в общем-то и убытки и долги до какой у всех практически только германия держит весь этот как бы сыр бор за их бубенчики скажем так но германия тоже не все сильно и я думаю что вот эти вот санкции которые на нас наложили по полной программе они скорее всего будут являться в общем-то последним камнем в гроб еврозоны возможно качество там произойдет хорошее новичного этого хорошего не вижу и по-прежнему остаюсь при мнении что все компании западные которые уходят с нашего рынка они теряют наш рынок навсегда и не все из них таскать выберутся вот особенно те у которых очень высокая закредитованность они скоро столкнутся очень большими проблемами я понимаю что никто проблем не видит в будущем на текущий момент времени не русские не европейцы с американцами но пройдет месяц пройдет два и они начнут вылезать и мне кажется у запада эти проблем будет гораздо больше чем у нас можем ли мы русичи как-то на этом сыграть на распаде еврозоны шортить еврозону шортите евро если на что сейчас от 1 0 83 мы отбились от поддержки в паре очень сильная поддержка это недельный даже месячный уровень вот если мы здесь мы пробиваем то едем на 1 0 53 по моему если не ошибаюсь оси и его пройдем то паритет а может быть даже и и ниже в принципе можно попробовать евро доллар пошортить при пробое поддержек но у меня такой возможности нет на текущий момент поэтому я просто сижу и смотрю на все это поговорим по нефти тебе не кажется что пробили понижательный тренд локально наверх сейчас идет коррекция к нему чтобы было дальнейшим нового на роста безусловно безусловно я давал в общем-то два сопротивления даже три сильно это стоя один 103 едва и 105 и 1 принципе мы все их прошли все их протестировали сверху вчера тестировали 105 и 1 возможно еще раз вернемся на тест зоны 105 и 4 105 и 1 если отобьемся едем в принципе к последнему такому приличному сопротивление до 110 25 если мы пройдем то 115 115 половиной наша следующая цель а вот там как раз и решится пойдем ли мы дальше вверх расти обновлять максимум и ехать в район 147 или отвалимся и еще одну ногу вниз запустим но потом все равно скорее всего будет рост интересно некоторые люди не воспринимают информацию когда написано просто буковками я несколько раз говорил ну что смотрите внизу телеграм-канал андреева внизу написан они мне пишут мы не видим ничего но это странно очень ну ты скажи пожалуйста еще разочек как твой телеграм-канал называется называется роман андреев трейдер все просто английскими буквами как слышится так и пишет вот и также заканчивайте это говоришь что это все все в описании есть ссылки на все телеграм-каналы роман почему тебя так бесит когда я спрашиваю тебя про золото постоянно я ведь не могу не спрашивать многие ну интересуются золотом так у меня не бесит меня бесит то что я пока без позы в золоте я все жду 1880 или 1860 для захода он она постоянно к нему подкрадывается а потом начинает улепетывать наверх вот но я человек упорный я посижу подожду не люблю таскать прыгать в трамвай уходящий лучше останусь без позы если что но в золото я верю до 2 500 там цель ближайшая если пробьем то там вообще безграничные просторы открываются биткоин биткоин сейчас секунду похоже рома там идет отскок мертвых как-то дед к джамп и все там не надо покупать его да нет ничего нормально 39 600 я покупал bitcoin стоп сейчас стоит под минимум это пока наша основная поддержка впереди у нас кластерная зона сопротивления 42 440 42 900 если мы ее пройдем то в принципе разворот но если посмотреть на недельный таймфрейм там мы там совершенно четко отбились от поддержки на 34 530 и по идее в принципе должны ехать как минимум на 72 сейчас но ты сидосе пробьем это 4 530 вот тогда будет тогда будет жопа тогда поедем я думаю что на 20 600 куда-нибудь или даже на 15 400 но я по-прежнему верю в крипту особенно как тихую гавань в условиях когда в общем-то по миру шагает инфляция и все в общем-то бегут от фиатных валют мы или начинают бежать и я считаю что биткоин это достаточно неплохое место где можно сберечь свои деньги по крайней мере инфляции bitcoin уж точно не грозит а в общем-то спрос отложенный и вообще спрос который я думаю что будет появляться у игроков ищих какие-то альтернативные источники инвестиции должны поддержать эту валюту стоит ли покупать русские акции сегодня финам а кстати я не клиент финама но все равно прислал идею покупки рост нефти цель входа текущая то есть по текущей цель роста 600 рублей а у дальше меня убила объем входа 5 процентов я подумал если такая качественная идея если вы так уверены почему объем хода все 5 процентов потому что еще потом идеи накидаются и их будет больше чем 1 это во-первых а во-вторых ну это принципе нормальный держать диверсификацию меня в принципе локация на бумагу в портфеле по умолчанию тоже пять процентов идет но я не очень не уверен что сейчас надо что-то покупать как минимум надо дождаться зоны 2 200 до 220 по ммвб если мы ее удержим тогда можно купить но купить со стопом и при малейшем шухере тут же закрывать позицию потому что биржу закроют опять и сиди потом волнуйся собственно говоря ну а еще лучше еще лучше это дождаться окончания спецоперации и пробоя ммвб зоны две шестьсот сорок пять две шестьсот шестьдесят шесть и в этом случае шансы на обновление лайов уже понизится очень серьезно и тогда можно не так сильно будет волноваться спасибо роман мы ждем окончания спецоперации а пока она не кончилась подписываемся на канал романа андреева и андрея верникова роман у меня и договоренности есть если youtube мой прикроет на хран то мы будем записывать все в telegram правильно роман да кстати ближайшее время сделаем пробный прогон радио нашего так что готовьте готовы я шкаф уже купил с умными мыслями буду здесь умные мысли хранить для радио все спасибо 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 спасибо